Добрый день, уважаемые коллеги! Ростовчане очень уважают петербургскую урологию, поддерживают на протяжении многих десятков лет тесные контакты. И я очень надеюсь, что так будет и впредь. Я думаю, что это взаимообогащает нас и поддерживает нас в тонусе, в желании поддерживать друг друга в научных, практических изысканиях. Я сегодня привез вам не какую-то теоретическую работу, это, собственно, та наука, которую мы делали, но, на мой взгляд, она имеет огромное практическое значение, потому что это должно влиять на нашу реальную работу с нашими пациентами. Я понимаю, что в этой аудитории говорить о роли тестостерона как фактора, определяющего здоровье, наверное, обширно не стоит. Тем не менее, я хотел бы подчеркнуть все-таки некоторые моменты последнего времени, которые представляются важными для того, чтобы представить вот тот материал в последующем, который я покажу вам. Новые исследования, конечно, показывают доказательства того, что тестостерон оказывает значительное воздействие на ткани полового члена. Мы прекрасно знаем его роль в развитии сексуальных нарушений, но сегодняшние исследования позволяют нам выйти за рамки исследования сексуальных нарушений и именно функции тестостерона в плане воздействия на микроскопическом, на молекулярном, на генетическом уровне. И вот это воздействие на ткани получлена, которое мы, урологи и биологи, изучали в последние годы, воздействие на ткани, которые вовлечены в механизмы эрекции, показывает, что дефицит тестостерона влияет на анатомические, физиологические субстракты эректильной способности и, по меньшей мере, частично возможно обратное развитие после замещения андрогенов. Это очень важная в теоретическом плане мысль. В пещеристых телах тела человека имеются андрогенные рецепторы. В нескольких исследованиях было показано, что тестостерон играет важную роль в восстановлении и сохранении структуры функции тробикулярной гладкой мускулатуры полового члена. По сути дела, половой член – это сосудистый мышечный орган. А также он участвует, тестостерон, в регуляции апоптоза всех клеток, которые составляют массу клеток полового члена. В соответствии с недавними исследованиями было установлено, что уровни, вот это очень важно, уровни циркулирующего свободного тестостерона, независимо от возраста, прямо коррелируют со степенью расслабления гладкомышечных клеток, пещеристых тканей. Это важно для развития усиленного артериального притока и формирования эрекции. И эти же уровни циркулирующего свободного тестостерона напрямым образом связаны с функцией эндотелиальных клеток, кавернозных артерий и синусов, которые составляют основную массу кавернозных тел. Тем самым подтверждается роль андрогенов в регулировании функции гладкой мускулатуры в половом члене. Тестостерон оказывает положительный эффект на процессы гемодинамики и веноокклюзивные свойства трабикулярных тканей полового члена. Это впервые формулируется в последние 3-4 года. Тестостерон может устранять венозную утечку у пациентов с гипогонодизмом и у мужчин с метаболическим синдромом. Влияние гормонального фактора на веноокклюзионные свойства пещеристых тел свидетельствует о том, что восстановление уровня тестостерона до нормальных значений может устранить механическое повреждение пещеристых тел. То же самое было обнаружено у лабораторных животных. В хорошо спланированных интервенционных исследованиях было подтверждено, что такой механизм действия тестостерона на самом деле имеет место в эректильных тканях полового члена. В этом плацебо-контролируемом исследовании Аверса с коллегами лечение путем трансформального введения тестостерона повышало уровни тестостерона в плазме и приводило к увеличению артериального притока кавернозной ткани и коррекции эректильной дисфункции. Таким образом, усиливая ответ на лечение ингибиторами фосфодиэстразы пятого типа. У мужчин с тяжелым гипогонадизмом спонтанная ночная эрекция, эхографически измеренный артериальный приток пещеристым телом и визуально стимулированная эрекция в ответ на 50 мг синдилофила или 3 мг апаморфина были минимальными. Напротив, реакции на эти фармакологические стимулы нормализовывались. После 6-месячного применения пластырей с тестостероном, что свидетельствует о существенном значении нормальных уровней тестостерона для эректильной функции. Таким образом, мы сегодня можем говорить, что эректильная дисфункция – это портал, открывающий путь к здоровью мужчины, рисками которого является артериальная гипертензия, гиперлепидемия, дислепидемия, метаболический синдром, атеросклероз, сахарный диабет. Есть основания считать, что эректильная дисфункция и гипогонадизм – это сигнальные показатели общего состояния здоровья мужчины и смертности по всем причинам. Скрининг на эректильную дисфункцию и гипогонадизм дают детерминанты для оценки этих рисков и должен включать в себя скрининг-тесты, такие же, как и ПИСА у мужчин старше 40 лет. Итак, это новое формирование новой теории о том, что выявление эректильной дисфункции, выявление гипогонадизма – это путь к улучшению состояния здоровья мужчины. И в этой связи я хочу показать научную работу, которую мы выполнили под обракасенную гиперпразией предстательной железы. Она была основана на 98 больных, которые составили две группы исследований. Дефицит тестостерона отсутствовал и дефицит тестостерона присутствовал. Это были больные, которые в общем порядке поступали в клинику и никакого специального отбора в это исследование больных не проводилось. Приходит больной с гиперплазией, вот он исследуется сразу на общий тестостерон крови. Посмотрите, как отличаются средние значения общего тестостерона крови в наномолях на литр в первой и второй группе. Первая группа – тестостерон благополучный. Вы посмотрите, с каждым десятилетиям уровень тестостерона снижается. И вы посмотрите, больные того же возраста, того же в принципе общего состояния здоровья, у которых тестостерон снижен. Посмотрите, показатели на шестом десятке – 9,75. Затем 9,19, на восьмом десятке – 6,04, на девятом десятке – 2,8. Посмотрите, насколько достоверны различия в этих двух группах больных по концентрации. Посмотрите, как отличаются симптомы нижних мочевых путей у мужчин нормогонадных и гипогонадных. Слева вы видите нормогонадные пациенты, справа гипогонадные пациенты. Посмотрите, распределение баллов, симптомов. Ну, в основном от 20 до 28, с пиком 24 в группе нормогонадных мужчин. И мужчины, у которых имеется дефицит тестостерона, симптомы отодвигаются в правую сторону. Посмотрите, они доминируют, эти симптомы, на уровне 29-35 баллов по шкале IPSS. И самая высокая частота, и пик – это 31, 32, 33 балла. То есть, получается, что мужчины гипогонадные имеют более тяжелые симптомы нижних мочевых путей. Посмотрите, средние баллы по шкале IPSS, баллы по накоплению и по опорожнению. Опять же, доминируют баллы в группе гипогонадных мужчин. То есть, и симптомы накопления, и симптомы опорожнения. Особенно симптомы опорожнения более тяжело выражены в группе гипогонадных мужчин. Мы с вами знаем, что тестостерон имеет в качестве органа-мишени предстательную железу, где метаболизируется тестостерон и под влиянием ферментов, превращаясь в дегидротестостерон, поступает в ядро железистой клетки предстательной железы. И, казалось бы, да, чем больше тестостерона, тем больше пролиферативная активность клеток. Теперь посмотрите реальную жизнь. Первая группа мужчин, объем предстательной железы на шестом десятке, 47, во второй группе в этом же возрасте 67. Процентная разница 29,5%. И так в каждом десятилетии. Посмотрите, как увеличена предстательная железа у гипогонадных мужчин в сравнении с нормогонадными мужчинами. Так теперь яснее в голове, как метаболизируется тестостерон. Наоборот, все сложнее становится. То есть гипогонадные мужчины имеют явно большие размеры предстательной железы. Теперь мы этим больным, естественно, они поступали в клинику для хирургии, сделали тур. Вторую группу, где был дефицит тестостерона, мы разделили на две части. Одна часть мужчин была контрольной, мы им не проводили никакого лечения. А вторая группа больных, 2B, 32 пациента, подверглись предоперационной однократной инъекции тестостерона за две недели до операции. Понятно, да? Теперь давайте посмотрим, какие были интероперационные осложнения. У выраженное интероперационное кровотечение при туре 2,6% у нормогонадных мужчин и 11,1% у гипогонадных мужчин, у которых не проводилось никакого лечения. Посмотрите динамику лейкоцитоза. В первой группе красный цвет и вторая А-группа. Вы посмотрите, насколько более достоверно повышен лейкоцитоз в крови во все сроки после операции у мужчин гипогонадных, которым мы не проводили коррекцию тестостерона. Посмотрите теперь на первую группу, синий цвет и сравните с группой красного цвета. Посмотрите, насколько они, в принципе, отличаются от группы зеленой. Гематурия была реже, она была меньше выражена в той группе мужчин, которых мы подвергали тестостеронотерапии однократно. Посмотрите динамику лейкоцитурии. В группе 2 гипогонадные мужчины, которых мы не лечили тестостероном. Посмотрите, во все сроки после операции лейкоцитурия существенно достоверно выше в сравнении с первой группой и с группой, которую мы лечили тестостероном. Ранние после операционные осложнения, кровотечение в первой группе 7,7%, это кровотечение из зоны резекции. И вторая группа, не леченая, 18,5%. Посмотрите, инфекционно-воспалительное осложнение в виде пилонефрита, эпидидимархита. Тоже в группе 2 они лечены, они встречаются достоверно чаще. Поздние после операционные осложнения в виде стойкой иритативной симптоматики в три раза чаще встречаются в группе гипогонадных мужчин. Клинические проявления инфравизикальной обструкции отсрочены на 30-е сутки. Также чаще выражены в группе инфравизикальной обструкции. В то время, как в группе, которую мы лечили тестостероном, частота осложнений близка к уровню мужчин, не имеющих снижения тестостерона. А теперь посмотрите динамику тестостерона у мужчин после операции. Первая группа. Первая группа. За две недели до операции измерен уровень тестостерона. Это синяя, 24 наномоли на литр. Посмотрите, в первые сутки после операции 18, на четвертые сутки 16. Далее 15. Начинает, начинает немножечко на 30-е сутки подниматься уровень тестостерона. То есть в течение месяца уровень тестостерона не достигает исходных цифр. Посмотрите, как протекает динамика тестостерона МИИ в группе 2 у гипогонадных мужчин. Посмотрите, красная линия 8,33, потом снижается, снижается до 5,47. На десятые сутки продолжается снижение. Тяжелый стресс. Хирургия – это тяжелый стресс. Физический. Это психический стресс. И он подавляет уровень тестостерона. И только на 30-е сутки мы увидим некоторую динамику к повышению тестостерона. А теперь посмотрите, в той группе, в которой мы сделали 2B, зеленый цвет, мы сделали за 2 недели, однократную инъекцию тестостерона. Посмотрите, как он вырос к моменту операции с 5 до 21, а затем также снижался. Но гораздо более резко снижался, чем у мужчин с нормальным исходным уровнем тестостерона. И падение было более чем в 2 раза в сравнении с синей полосой. Видите, там снизилось буквально на треть, а на зеленой кривой мы видим снижение более чем в 2 раза. И также на десятые сутки, тридцатые сутки мы видим повышение. То есть на самом деле мы сегодня можем говорить о том, что гиперплазия предстательной железы на фоне гипогонодизма сопровождается более тяжелыми нарушениями мочеспускания. Более частой интро- и послеоперационной реакцией в виде осложнений при трансрультральной резекции. Хирургия простаты сопровождается падением уровня тестостерона в крови, а коррекция дефицита тестостерона до турпростаты снижает риски после операционных осложнений. Это я говорил вам о хирургии, а теперь немного о терапии. В связи с очень известным вам заболеванием хронический бактериальный простатит, который недавно наш главный уролог страны отменил как заболевание. Вы же читали, да, об этом? Простатит отменен. Ну, замечательно. Единственное, что нас радует, что мы успели сделать исследование до того, как диагноз этот был отменен. Ретроспективному анализу были подвергнуты 190 больных. Посмотрите, с какой частотой эти больные лечились до того, как поступили в нашу клинику. Более 11 раз лечились до поступления, говорю, четверть пациентов. 6-10 раз – половина пациентов. За последний год перед поступлением подавляющее большинство больных несколько раз лечилось в различных стационарах. То есть речь идет о хроническом, тяжелом течении синдрома хронической тазовой боли, связанном с бактериальной инвазией простаты. Вот этим всем больным в стадии 90 мы сделали исследование тестостерона. Посмотрите группу больных зеленым цветом, салатным цветом, 41 пациент, которые имели нормальный уровень тестостерона. Это мужчины все до 50 лет, от 20 до 50 лет. То есть это мужчины среднего возраста, скажем, да? Остальные 60% имели сниженный уровень тестостерона, а красный цвет – это каждый пятый пациент среди этих 190 имел тестостерон ниже 12, а синий цвет – 37% – имели тестостерон ниже восьмерки. Установлена корреляция уровня тестостерона и длительности заболевания. Чем дольше течет заболевание, тем быстрее, интенсивнее снижается уровень тестостерона у пациентов. То есть на самом деле и по шкале Американского института здоровья мы в первой группе больных, у которых имелся крайне низкий тестостерон, мы имеем больше симптомов, болевых симптомов, симптомов нарушенного мочеспускания. То же самое оценка по шкале симптомов нижних мочевых путей. Посмотрите, первая группа, вторая группа – это больные со сниженным тестостероном, а третья группа – с нормальным тестостероном. Симптомов нарушенного мочеспускания в два раза больше. Оценка эректильной функции. Посмотрите, зеленый столбик – 23, почти-почти у нормы, а мужчины, которые попали в первую и вторую группу со сниженным тестостероном, имеют умеренную степень эректильной дисфункции. Что невероятно интересно, то, что получена корреляция уровня бактериальной обсемененности секрета с уровнем тестостерона. Чем ниже уровень тестостерона, тем выше уровень обсемененности секрета простаты. Более того, не только уровень обсемененности коррелирует, но с уровнем тестостерона коррелирует количество различных патогенных микроорганизмов в секрете простаты. Низкий тестостерон, как в секрете простаты, выделяется большое количество различных уропатогенов. Посмотрите, как снижен кровоток в предстательной железе при низком тестостероне. Зеленый столбик – это нормальный уровень тестостерона. Кровоток находится у нижней границы нормы, в капсулярных артериях слева-справа. Красный-синий столбик показывает, что кровоток в артериях предстательной железы, измеренный цветным доплеровским картированием, снижен. Вот картинка слева – это низкий тестостерон, картинка справа – это нормальный тестостерон. И слева вы видите тяжелую обедненность сосудами тканей предстательной железы, в то время как при нормальном тестостероне вы видите немало сосудов в предстательной железе. Таким образом, на основании уже этого мы можем сказать, что дефицит тестостерона в сыворотке крови приводит к более выраженной клинической симптоматике бактериального простатита. Чем ниже уровень тестостерона, тем большее количество лейкоцитов в секрете простаты. Чем ниже уровень тестостерона, тем выше степень бактериальной обсемененности секрета. И тут же мы провели проспективный анализ тех пациентов, у которых был дефицит тестостерона. Первую группу составили пациенты, которые лечились по стандартам Европейской ассоциации урологов. Вторая группа к этому лечению добавлялась гормонотерапия хоригоническим гонадотропином. И третья группа больных, которая получала гормонотерапию препаратом тестостерона в течение трех месяцев. Итак, зеленая группа – это группа с тестостероном. Посмотрите, как изменялся тестостерон в этой группе. Зеленая группа с тестостероном. Мы назначили тестостерон, и посмотрите, как он с уровня 10 через 3 месяца поднялся до уровня 20. И в других группах поднимался тестостерон, во второй группе лечение было хоригоническим гонадотропином. Но даже антибактериальная терапия, стандартное лечение, тоже приводит к повышению тестостерона. Но этот уровень тестостерона достоверно ниже отличается от второй и третьей группы больных, где была гормонотерапия. То же самое касается оценка симптомов нижних мочевых путей. Там, где мы лечили тестостероном и хоригонином, уже к первому-третьему месяцу ушли симптомы нижних мочевых путей, а при антибактериальной терапии эти симптомы оставались. Уровень лейкоцитов также имел точно такую же динамику. То есть в той группе больных, где была гормонотерапия, лейкоциты вышли на уровень ниже 10. То есть нормализовался по уровню лейкоцитов секрет представительности к третьему месяцу. А в группе, которую мы лечили антибактериальными средствами, так нормализации секрета по уровню лейкоцитов и не произошло. То же самое касается результатов лечения. Я хочу сделать выводы. Гипогонодизм изменяет симптоматологию и клиническое течение бактериального простатита. Снижает эффективность лечения и поддерживает хроническое проградиентное развитие заболевания. Коррекция тестостерона и мии при бактериальном простатите повышает эффективность лечения. И глобальный вывод. Еще 10 лет назад такие заболевания пожилых мужчин, как атеросклероз, гипертензия, диабет, эректильная дисфункция, рассматривались как отдельные нозологические единицы. Хотя нам сейчас ясно, что коренным образом они не отличаются и являются взаимосвязанными в своей идеологии и патофизиологии. Вот и измерение уровня тестостерона имеет решающее значение для адекватной медицинской помощи при большинстве урологических болезней мужчин среднего и пожилого возраста. А теперь посмотрите, как мочатся наши великие футболисты. Неймар. Абсолютно стандартное мочеспускание. И он стопроцентно попадает в унитаз. Роналда. Он вообще это может сделать издалека. Роналдинья. К своему результату идет всегда хитрой дорожкой. Он обведет 5-6 футболистов, прежде чем попадет в ворота. Робин. О, это такой высокомерный, он людей не видит. А Руни, Руни. Он бывает и несчастным. Видите, сейчас уходит в китайский футбол. Но Эбрагимович это фантазер, который всегда забивает точно. Спасибо.